Олег Петрович, подведите, пожалуйста, итоги первой недели сборов. На мой взгляд, проработали плодотворно, работали в двухразовом режиме. Сегодня была одна тренировка, потому что была двусторонняя игра с заданиями. Ребята молодцы о том, что вышли из отпуска подготовленные, что нам облегчило работу и задачи, которые мы решали в первую часть. Старались в тренировке, как бы тяжело не было. Первая неделя была такая очень важная для нас, потому что была очень тяжесть в ногах. Это большая тяжесть в ногах и интенсивные тренировки. То есть нагрузка легла, и они с этим справились. То есть очень важно было перебороть это. Они с этим успешно справились, и сейчас первый блок нашей работы мы завершили такой двусторонней игрой. Пока команда только подходит к интенсивным тренировкам? Да, безусловно. Дальше уже с завтрашнего дня интенсивность будет возрастать. Все отмечают, что работа идет на очень хорошем психологическом фоне. В чем причина? Ну, мы, знаете, надо... Мы люди, прежде всего все, да, и очень важно, чтобы мы все получали удовольствие. Чтобы мы все работали и не забывали, что это не работа, а надо к этому относиться к чему-то большему. Что мы делаем что-то большее, нежели просто пришел и отработал. Надо общаться, надо пошутить, потому что, ну, все равно, это нагрузка, которая, она дастся гораздо легче, чем когда будут позитивные вещи. Вот. И я благодарен не только футболистам, а всему персоналу, всей команде, которая приехала сюда, о том, что мы с улыбкой встречаемся утром, встречаемся в обед и вечером. Это очень важно. Как оцените уровень конкуренции на каждой позиции? Довольны пока? Да, у нас, у нас получается практически по два человека на позицию, даже в группе атаки больше людей. Вот. Ну, это нормальные, нормальные вещи. Но, опять же, знаете как, ну, футболист ради конкуренции, это не совсем, ну, как бы в моем понимании так, да, потому что все работают. И, то есть, футболист приходит ради конкуренции, как говорят, конкуренция, значит, футболист будет работать лучше, потому что вот у него есть конкурент. Вот. Я-то к этому отношусь немного иначе, потому что заставлять никого нельзя никогда. И искусственно, там, пришел футболист, там, или еще что-то, там, нет. Каждый футболист, он работает. И на поле выйдут в итоге лучшие на данный момент. На поле могут выйти люди, потому что у нас может поменяться какая-то стратегия на матч, или мы можем трансформироваться. И за это это все влияет. Для нас сейчас главное, чтобы все футболисты в сдвоенных позициях, а где-то даже в встроенных позициях, они приходили к одинаковому знаменателю. И когда вдруг ему нужно будет выйти на замену, чтобы он не просто влился в эту игру, а чтобы он еще усилил, он помог ребятам, которые начали стартовый состав. Нужно понимать, что мы все основной состав. Но по правилам игры есть стартовый состав и есть ребята, которые усиливают игру. И они гораздо, может быть, даже важнее, потому что переключить скорость на дороге, на трассе, это очень важно, чтобы машина поехала быстрее. Мы хотим, чтобы вот наша машина ехала быстрее во всех позициях. Молодежью довольны? Да. Вы знаете, очень приятно удивил Денис Шипилов, потому что он окреп. Он с нами прозанимался осеннюю часть. Это было такое для него сложное время на адаптацию. Видно, что он провел очень качественный отпуск, выполнил всю программу. И сейчас он выдерживает всю нагрузку и выглядит очень солидно и убедительно, по-взрослому. То есть я бы, это приятно, приятно прям видеть. Я думаю, что он будет прогрессировать сто процентов при таком отношении. Наши Никитин очень-очень выглядит мощнее с Алиней, чем в осеннюю часть. Сейчас здесь, ну, безусловно, что первые эти тренировки, они были, конечно, эмоциональны, потому что они всем соскучились, но нагрузки никто не отменял. У нас Валера Цирюкян приехал, наш новичок. Это молодой мальчишка, он моложе здесь всех. Команда его приняла хорошо и видно, что он не выпадает. То есть у него есть определенные качества, которые мы будем развивать и хотим, чтобы он развивался, приносил пользу нам. Илья Мазуров тоже стал другим по сравнению с осенью. Он сейчас выполняет в каждой тренировке очень большой объем, объем работы, такой, который нужен для нападающего, открывания, не выключается. Это очень важно. Максим Седов выполняет всю работу и объем работы и старается действовать на максимум. Вот он, то есть вот у него удивительное сочетание, когда он не теряет качества под нагрузкой, под интенсивностью. Потому что это важно вообще для всех, да. Но вот мы говорим там про молодых сейчас ребят, которые... И вот Максим, он старается стабильно именно это держать. Поэтому, безусловно, что следующий этап нашей подготовки, то есть интенсивность будет возрастать. И мне кажется, что если он сможет выдерживать вот это сочетание, то он раскроется по-другому, еще лучше. Субтитры создавал DimaTorzok